Плачем, плачем с горькими слезами. Почему? Знаете, я вспомнила стихотворение, конечно, мне уже 86 лет, я вспомнила стихотворение школьное. Плакала Саша, как лес вырубали, ей до сих пор жалко до слез. Сколько там было кудрявых берез. Жители северной части города внимательно следят за благоустройством проспекта строителей. Здесь от пересечения с проспектом Юбилейный и до примыкания улицы Молодежная появится современная зона отдыха с красивыми арт-объектами и новыми ландшафтными решениями. Но не все оказались готовы к этим переменам. Валентина Ивановна переживает не только за прежнее озеленение, но и за свой будущий покой. Садили. Какая красота у нас была. Первый год нам поставили лавочки, но не было покоя. Сейчас по северной то же самое. У нас это же самое будет. Это же самое будет. Теперь, пять лет тому назад, у нас сделали двор. У нас выпилили 16 берез. Нам они не нужны лавочки. Мы у подъездов избавились от лавочек, что житья нет. Расстроены обновлением сквера и те, кто обычно проходит вдоль него по своим делам. Так хорошо было. Такая пустота стала. Не знаю даже. И что есть будет, тоже непонятно. Деревья надо было ставить. Говорят, тут будут лавочки, зона отдыха. Ну, пусть будет, но деревья надо было оставить. Тем более березы. Это не тополя, от которого пуха много. Жалко. Вообще безобразие. Надо хоть посоветоваться было. Так хорошо было. Погуляешь. Вот сейчас жара 35 градусов. И погулять было по этой аллее. Хорошо было. Вообще все было. Сейчас будут скамейки, асфальт. По проекту здесь планируется благоустроить 18 600 квадратных метров. Администрация сообщает, что на месте спеленных деревьев появятся клумбы с цветами, 111 декоративных цветущих яблонь и другое благоустройство. Будет благоустроены дорожки, будут установлены различные мафы, скамейки, навесы, будут установлены качели, будет установлены арт-объекты, будет установлен также у нас звездное небо. То есть жители могут прогуляться. Это вот как в больших таких, скажем, городах идешь и гирлянды вверху. Все эти работы взяла на себя и обязуется выполнить до 31 октября этого года компания «Техноталь». Разработки проекта мы привлекали местного проектировщика, потому что кто как не местный знает всю специфику, скажем так, нашего города и потребности. Это Белоглазова Елена, с которой мы работаем уже не первый год. Она у нас разрабатывала благоустройство, проект благоустройства сквера по улице Черняховского, где было также очень много возмущений, также в части деревьев. Тем не менее, сейчас этот сквер достаточно востребован и любим жителями за возможность отдохнуть на скамейках, прокатиться на велосипедах или просто прогуляться вдоль дорожек. С надеждой, что и благоустроенный сквер по проспекту строителей также будет любим, Олеся Петровичева, Кирилл Литвин и вся телекомпания «Соль-ТВ».